всем привет александр сергеевич подписчики интересуются когда вы сделаете обзор на инкубатор владимира коробкова блин эту времени делал много сделаю а если они поставят лайки напишут комментарии да еще и сделают репост лайки комментарии репост друзья всем привет инкубатор владимира коробкова у нас хозяйстве с апреля месяца записал я ролик смонтировал и понял что блин рассказал о всех недочетах о достоинствах о плюсах вообще ничего не сказал предполагая видимо что вы сами знаете о плюсах так как какой здесь главный плюс это качество цыпленка и процент вывода вот а процент вывода у нас 95 с плюсом ну выше 95 процентов из оплодного яйца так что какие тут плюсы давайте разберемся что такое плюсы в инкубаторе плюсы в инкубаторе как я понимаю это технические решения которые воплотил вот в этом данном изделии изобретатель производитель как назвать владимира не знаю те плюсы которые позволяют иметь на выходе здорового цыпленка и хороший процент вывода я не специалист производстве инкубаторов поэтому не могу вам рассказать о тонкостях его конструкции там да я каких-то там нюансах и так далее я расскажу вам о том чем интересовался и что как бы читал и выяснял для себя ну первый очевидный плюс это значит корпус то есть корпус выполнен из цельно сварной металлической рамы конструкции не знаю как это назвать то есть позволяющий быть довольно таки жесткой все это конструкция не расшатываться и так далее насколько я изучал вопрос инкубаторы с профилем в виде каркаса из алюминия он обладает рядом недостатков то есть он расшатывается со временем вот этот алюминиевый профиль он является мостиком холода который вызывает выпадение конденсата на нем здесь же получается с такой конструкции более жестко все и соответственно контур утепления теплоизоляции как хотите назовите позволяет эта конструкция сделать более правильно насколько я понимаю но здесь все равно бывает конденсатик об этом далее в ролике далее касаемо корпуса что еще можно сказать температуру держит стабильно то что вы сюда задали такую температуру он и держит скажу вам откровенно когда у нас начало сезона был инкубационного и на улице еще зима лютая я экономил на отопление этого помещения вот с помощью этого обогревателя и у меня здесь бывало 10 градусов бывало 10-13 градусов и при такой температуре не было проблем у меня с тем что в инкубаторе она падала то есть все держал как положено и на результате инкубации тоже никак не отражалась так что хоть и производитель указывает температуру рекомендованную от 18 градусов работает этот инкубатор и при меньшей температуре при большей температуре то есть когда жарко на улице было был такой нюансе к которым я расскажу чуть далее по видео в комментариях хотели услышать мои результаты по измерению температуры в разных зонах инкубатора я могу наглядно продемонстрировать вот смотрите здесь у нас стоит температура 37 8 вот покажи датчик у меня висит на стене температура 37 и 7 показывай сюда датчик у меня находится на нижнем ярусе лотков а температурный датчик от инкубатора находится за гигрометром вот сверху он вот попробуй может быть вот здесь вот он там провод вам виден ну короче поверьте он там вверху я не менял положение заданное производителем владимир рекомендует чтобы датчик температуры находился верхней части инкубатора как и датчик влажности но его уже местонахождение не поменяешь он там закреплен стационарным корпус инкубатор абсолютно герметичен это позволяет вам поддерживать заданную влажность даже высокую которая требуется на выводе без каких-либо утечек механизм поворота вентилятор нагревательный элемент все работает без нареканий никаких вопросов к этому нет работает тихо можно рядом стоять и как бы никакого дискомфорта не испытывать по качеству цыплят что можем сказать качество цыплят нас более чем устраивает процент задохликов минимален об этом говорит процент вывода косвенно значит за 5 инкубации у нас было всего два цыпленка у которых был нефтяный желток по кровяным кольцам значит смотрите если рассматривать вот 600 яиц где-то до 600 из возьмем допустим примеру 50 неоплод то к ним плюсом 4 где-то кровяных кольца идет не более более четырех я не помню вот привела скопирование так после пересадки в брудер у нас заметно сократился падеж то есть до отход цыплят после инкубации это нормальное явление вот у нас он стал минимален и по срокам срок вывода ровно 21 день в блицах у нас был то 19 то 20 в общем фиг поймешь здесь все четко вывод дружный значит смотрите первые две инкубации я подходил к инкубатору в общем следил за ним досконально проверял показания термодатчика штатного по гигрометру психрометрическому вот влажность контролировал стреть инкубации да и по сегодняшний день я в инкубаторную комнату не захожу по большому счету вот я прохожу там до в дом слышу гудит работает сигнализация аварийная не пищит я даже не заглядываю сюда по большому счету чувствую сюда заглядывать я сейчас захожу раз в четыре в пять дней долевая воду в лоток увлажнения и в зависимости от стадии инкубации меняя температуру на блоке управления все вот то есть вот так на мой взгляд должен работать инкубатор был нюансик у нас в последнюю инкубацию я о нем расскажу далее по видео это с увлажнением но не критично абсолютно все о плюсах я рассказал далее переходим к нюансам эксплуатации с которыми мы столкнулись у нас было 5 инкубации значит начинали мы со сложных инкубации была утка был индюк но на последних стадиях на выводе или где-то за неделю где-то за 2 они были перри они эти яйца перекладывались в другие инкубаторы в лице вот поэтому как бы нельзя рассматривать вот эти вот 2 до 2 вида птицы это утка и индейка как бы они не до конца здесь инкубировались вот а по бройлеру все понятно 5 инкубации у нас бройлера прошло в этом инкубаторе так пока мама пока маму позвали давайте я вам покажу значит что произошло значит какие есть сложности скажем так но это не сложности это мелкие недочеты вот на которые в принципе можно закрывать глаза сразу же вспоминая о стоимости этого инкубатора скажу скажу вам так что когда я буду критиковать какие-то вот моменты в этом инкубаторе сразу же у себя в голове вы откладываете сумму стоимости этого инкубатора в 51 тысячу и все к чему я придираюсь в принципе нивелируется этой суммой потому как ближайшие конкуренты стоят ну в два раза дороже где-то вот около этого так смотрите значит что у нас здесь у нас здесь ну вот ржавчинка значит о которой сам владимир говорит на канале у себя вот он заклеивает такой алюминиевой лентой вот этот край потому что здесь а черный металл и как его не красть здесь повышенная влажность и всегда будет коррозия в этом месте вот но в общем мы ребята не безрукие поэтому нам это не страшно мы это подкрасим подмажем все будет нормально так что еще значит произошло за это время эксплуатации вот здесь у нас в лоток увлажнения в лоток лоток увлажнения вот видите отклеилась вот эту вот крышечка из сэндвич панели и получается внутри вот здесь у нас такие аэраторы стоят они тоже отклеились но они как бы здесь это не принципиально абсолютно они отклеились дальше даже наверное в большей степени от механического воздействия когда вот там пытаешься вымыть шебуршишь губкой и за них задеваешь и они просто-напросто отклеиваются вот так что вот такие вот здесь вот недочётики которые в принципе я думаю что мы легко устраним так еще был такой момент что у нас выпал этот плафон освещения в момент инкубации я стал переживать что туда вот залетит пыль а там у нас электроника вся находится вот за этой панелью вот но в общем когда я начал разбираться уже более досконально увидел увидел что отверстие через которое проходит провод питания он здесь загерметизирован силиконом поэтому я временно закрепил скотчем этот плафон до момента окончания инкубации и после окончания инкубации посадил этот плафон обратно на силикон вот он держится в принципе две инкубации прошло все нормально так это по таким моментам которые вылезли здесь как бы все нормально здесь происходит дезинфекция после каждой инкубации покрытия внутренние вот без изменений вот это вот тележка и вон та тележка для выводных лотков они пока без коррозии вот разъемы все функционируют трубки все как бы функционируют здесь все нормально так дверь все закрывается нормально блок управления работает стабильно все хорошо я включу никаких заглючивание там у меня скажем так проблем с адекватностью показаний температуры и работ этого блока не возникло давайте пока я показываю панель сразу скажу у меня спрашивают если необходимости вот в этой штуковине блин она прикольная как бы да как развлекательный элемент ну можно напряжение на пробу посмотреть силу ток тут потребляемую мощность как бы может быть это полезно да но честно говоря я вот даже и как-то особо и не переписывал ни разу вот эти вот показания там хотя по мощности можно было посчитать какой расход электроэнергии наверное она полезна вот сразу скажу значит пока мы затронули функциональность до инкубатора смотрите автодолив здесь есть автодолив то есть с этого бачка когда у нас заканчивается включая заканчивается значит у нас жидкость уровень жидкости падает вот здесь вот у нас увлажнители автоматически насосом сюда закачивается вода вот из этого бачка но я использую исключительно эту систему автодолива как аварийную то есть я наливаю бутылками вот прям в лоток открываю наливая сюда вот вода у меня там есть но я стараюсь не доводить до того момента когда уже срабатывает поплавок до по уровню и начинает уже отсюда доливать воду не знаю то есть вот в принципе вот это вот штуковина ее можно могло бы и не быть как бы я думаю что особо сильно функционал не под не пострадал у этого инкубатора но есть и слава богу с инкубатором владимир коробков мне значит прислал вот датчик такой это датчик на яйцо вот но к сожалению он не поддавался калибровки как я не пытался не знаю что то в нем было неисправно в общем короче говоря калибровки он мне так и не поддался это проблема решилась очень просто с алика был заказан другой такой терморегулятор но стоит он копейки какие-то я не буду врать но в 150 вот я это даже не трогал ничего здесь не отпаивал не делал я просто купил такие вот универсальные разъемчики в общем подключил его уже на питание от розетки через адаптер сотового телефона чтобы для чего значит для того чтобы при проветривании инкубатора да когда я значит проветриваю инкубатор открываю соответственно дверь и выключая его из сети вот этот датчик вот который питается от штатной от штатной системы инкубатора он соответственно переставал работать у меня да а мне бы хотелось чтобы я мог контролировать температуру остывания яйца независимо от включения выключения инкубатора поэтому я запитал вот этот вот датчик автономно от розетки от сети вот и мог контролировать до какой температуры мне остужать яйца в общем это очень удобно мне понравилось так ну давайте еще по скажем так проблемам не проблемам проблем не назовешь по особенностям работы инкубатор с которыми я стал столкнулся значит основная особенность заключается в том что мне не удавалось здесь уменьшить влажность инкубаторе ниже 55 процентов вот но если кому-то вдруг нужно да в принципе мне не нужно на результате инкубации это не влияло да но кто там хочет послушать яйца более конкретно то ему хотелось бы может быть до 45 чтобы опускалась влажность вот здесь мне не удалось это достичь даже несмотря на то что я вот сделал такие вставки да скажем вот в этот лоток вот такие вставочки значит которыми я регулировал испарение воды но пытался регулировать то есть вот так вот я оставил допустим одну там да либо вот я совсем не закрывал чтобы вентилятор если включались могли протягивать воздух чтобы они не вышли из строя вот ну короче вот такими вот я крышечками регулировать пытался влажность это как кому-то надо кому-то нет вот я просто экспериментировал смотрел на возможность вот такой момент и значит смотрите в последнюю инкубацию нас стояла жара на улице там где-то наверное до 35 доходила вот здесь помещение было в принципе не жарко вот то есть температура выше 23 не поднималась теоретически это допустимая температура в инкубаторной комнаты до комнате для инкубатора но столкнулся с такой проблемой была полная закладка инкубатора там почти сколько было но почти полный инкубатор где-то 650 яиц было вот и и соответственно яйцо сильно грелось на последней стадии где-то два-три дня и нет побольше на дней 5 я вот как бы это столкнулся вот с такой вот штукой что значит продувка срабатывала да то есть перегрев шел в инкубаторе инкубатор охлаждал яйцо и соответственно выдувал всю влагу вот и влажность у меня на последней стаде инкубации где она там нужно 65-70 она выводит нам и под 80 вот влажность у меня была где-то в районе наверное 60 55 и даже иногда когда как-то было у меня и до 50 опускалась вот значит я как выходила ситуация я просто мочил вафельное полотенце и вешал вафельное полотенце вот сюда вот и хватало этого ну где-то наверное часа на 2 на 3 вот так вот все равно за три дня вы перекладываете выводные лотки как только вы приложили выводные лотки видимо из-за того что уже перево переворота яиц не происходит здесь уже как-то температура стабильнее держится и продувка включается реже влажность уже сохраняется лучше вот но это было вот только на значит последний на одной нашей инкубации когда была полная закладка и было жарко на улице но здесь я повторю было не ну не больше 24 23 24 максимум но и момент который вызвал наиболее противоречивые чувства так скажем у меня да это лотки этого инкубатора друзья лотки к инкубатору что выводные что предварительные идут из фанеры сделанные и не обработаны ничем поэтому но для предварительного не так критично а выводные все таки я думаю будут пачкаться в любом случае я сейчас обработаю что выводные что предварительные пропиткой по дереву дюфа значит по самим лоткам фанеры используется низкого качества я не знаю вам видно нет она вот видите здесь вмятина такая яма здесь выпуклость ну то есть она такая вся скажем низкого сорта фанера но думаю что за те деньги что мы отдали за этот инкубатор ожидать чего-то супер люксового не стоит главное что они будут выполнять свою функцию а уж то что фанеры не сильно качественное мы переживем предварительные лотки тоже они стоят из той же самой фанеры вот видите здесь ну какая-то низкий сорт или может быть даже не кондиция вот здесь есть вот такие вот дефекты ну как бы есть и есть сейчас вот пропитываем мы вот такой пропиткой вам хорошо знакомый я практически все ей пропитываю и будет монтана еще такой момент по лоткам смотрите закладка яиц всегда происходит но в основном происходит не полностью инкубатора до какой-то лоток приходится частично закладывать и вот как бы было неплохо если были такие перегородки хотя бы для одного лотка вот как по принципу блица хотя бы да там блица вот такая перегородка которая фиксируется все знаете от резинками в распор здесь же пришлось вот такие планки использовать которые можно было конструкцию изменить конечно тоже резинки набить но нужно было сделать срочно для первого раза все что у нас делается для первого раза временно но самое постоянное и также вот эти перегородки здесь и остались соответственно вот я их фиксировал просто снизу саморезами то есть закладывал яйца где-то вот в таком положении потом маленькая отвертка крестовой фиксировал поджимал какому-то из краев вот это вот такое еще есть пожелание чтобы какая-то перегородка была или на самом деле если заниматься инкубации по взрослому конечно это должны быть лотки профессиональные вот такие под одно яйцо то есть пластиковые с ячейками под разную птицу потому что укладывать эти лотки еще та песня помучаешься короче так пока я об этом заговорил смотрите значит по вместительности к инкубатора все как обещал владимир значит если яйцо бройлера и ну знаете так скажем калиброванные да там вот бывают такие яйца одно к одному не не самые крупные то 700 яиц помещается если яйцо такое вот бывает в разбежку одно крупное одно мелкое или все крупные то вот 680 сюда входит так что по вместимости инкубатора здесь все четко еще такой момент что вы должны понимать значит куда вы будете ставить этот инкубатор потому как скажем опоры его да вот то чем он ставится на пол они выполнены из такого довольно таки грубого профиля металлического наверное 50 на 25 или 50 на 20 что это такое а нет наверно 40 на 20 40 на 20 скорее всего вот и соответственно вот в этих местах даже если вот у меня температура здесь оптимальная для инкубаторной комнаты ну там 18 23 градуса у меня даже 20 градусов все равно выпадает в этих местах конденсат вот здесь вот выпадает конденсат вот и соответственно появляется видите ржавчина то есть если вы хотите поставить инкубатор куда-то там я не знаю в облагороженное такое помещение где у вас паркетная доска ламинат или там не знаю какое-то дорогое покрытие то это не самый лучший вариант конечно это должно быть но скорее всего дает инкубатор какое-то подсобное помещение либо гараж либо что-то в любом случае если вы там будете подкладывать тряпочки и ставить его на такое покрытие то нужно через какие-то деревянные прокладки видимо или что-то но все равно в общем он весит немало с яйцом еще больше так что об этом нужно думать так ну и выводы от нас в любом случае информацию анализировать который мы вам рассказали вам самим но за собой оставим право высказать свою точку зрения инкубатор нам понравился он свою функцию выполняет несмотря на всю эту мелочевку которая вот здесь есть да скажем так не но неприятная мы не как кому-то вообще может быть параллельно как бы да не такой привередливый да и я не привередливая я все устраню за пять секунд вот просто у нас обзор и мы вам должны показать все минусы которые мы нашли вот мы показываем вот нам он понравился он выполняет абсолютно свою функцию у нас выводятся красивые здоровые бодрые цыплята и все остальное неважно уже здесь вопросы в удобстве работы да есть будем ли мы или хотим ли мы еще заказывать этот инкубатор да мы хотим еще заказывать этот инкубатор возможно не один скорее всего не один это будет зависеть уже от наличия денежных средств у нас но скорее всего мы уже будем заказывать с пластиковыми выводными лотками которые более удобно мыть в общем но с ними проще и возможно что скорее всего не скорее всего мы хайда будем заказывать с пластиковыми лотками для инкубации уже куда вставляется яйцо в отдельную ячейку возможно несколько комплектов для разной птицы но вообще у нас в планах несколько инкубаторов соответственно в этих инкубаторах мы могли бы вы иметь разные ячейки и склоняемся все-таки к правильности того что вот допустим какой-то из этих инкубаторов должен быть выводной да и возможно мы просто и поговорим с владимиром может быть он нам сделает какой-то вариант выводного инкубатор не знаю в общем все это будем думать и смотреть дальше по поводу значит других инкубаторов до альтернативы что как смотрите если рассматривать инкубатор где у нас вентилятор стоит в инкубационной камеры без фальш панели да то какие конкуренты вот этому агрегату значит какие это стимул инк на тысячи яиц да так это инкубаторы бориса кравчика вот но у него нет универсальных инкубаторов которые способны там грубо говоря инкубировать и выводить в одной инкубационной камере то есть там сразу получается ценник у нас 85 плюс 75 это вот но по ценам весны этого года это 160 тысяч то есть 51 и 160 да есть разница правильно правильно вот и значит кто у нас и стимул инк стимул инк по весенним ценам это 104 ли 107 я точно не помню по мосту 7000 но чуть больше сотни грубо говоря вот но но там болин такая штуковина 350 килограмм весом который еще нужно куда-то поставить найти место и всего лишь на 300 яиц в нем инкубируется больше чем вот вот в этом вот агрегате стимул инк я не знаю наверное раза в три больше да если так по кубатуре его посчитать вот то есть здесь вот уже сами смотрите как бы соответственно то есть стимул инк вы можете купить два таких инкубатора да по цене стимул инка но это мои рассуждения чисто вот субъективное мнение я не говорю что стимул инк плохой он хороший скорее всего и судя по отзывам инкубатор но я вот свою арифметику рассказываю вот то есть мы берем допустим два таких инкубатора по 51 тысячи и имеем 1400 яиц закладки вместо 1000 и мы еще что выигрываем это немаловажный фактор я часто инкубации уже вот за один сезон это четко понял для себя мы нере не храним яйца в одной корзине мы не рискуем всей закладкой то есть у нас два инкубатора работают один сломался 700 яиц у вас осталось ну мало вероятно по теории вероятности что у вас рабы сломаются два виние два инкубатора а стимул инк там 1000 сломалась 1000 пропала ну как бы вот вот такие рассуждения у меня и в любом случае здесь отдельный блок отдельный вентилятор отдельный нагревательный элемент отдельная продувка отдельно увлажнение все это взаимозаменяемо можно сюда подкинуть туда подкинуть короче как-то выкрутиться можно в общем любом случае если рассматривать один большой инкубатор либо два маленьких я бы взял два маленьких и получается это в данном случае вот у нас по одной цене в общем дел да у нас здесь вот как я смотрю вот я бы еще сюда бы взял вот такого плана бы вот и большой вот и либо два больших ну короче говоря у нас мало ограниченное место как бы мало пространства и поэтому нам можно куда расширяться в высоту только если в высоту то это какие-то инкубаторы высокие то есть там можно взять грубо говоря на 1400 яиц повыше там два инкубатора это использовать как выводной ну короче мы будем думать но в любом случае цена цена более чем гуманная давайте так вот а по функционалу он полностью выполняет свою функцию я так считаю вот посмотрим что дальше будет но вот пять закладок у нас прошли замечательно и вот даже сутка я говорю что вот в этом инкубаторе у нас процент вывода был при том что на вывод прикладывал сутка в другой инкубатор у нас был процент вывода 75 процентов мы думали ой 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 как плохо последнюю инкубацию про полностью проводили в блице и у нас процент вывода был 45 так что сложно сказать здесь что инкубатор постарался либо яйцо некачественное не знаем либо мы где-то накосячили не могу сказать но в общем а по броллеру вообще без проблем но по несушкам тем более то есть 95 процентов с плюсом выше то есть 95 процентов у нас было всегда так что как то так еще хотел затронуть одну тему но это разговор отдельный наверное и тема для отдельного ролика если вам интересно пишите в комментариях поговорим это о заработке на инкубации о том что вот вы наверное встречали производители инкубаторов там красочные блокноты проспекты рисуют купить инкубатор значит отбейте его за две-три закладки и зарабатывайте миллионы как бы в будущем там много моментов интересных касаемо форс-мажоров касаемо спроса касаемо сезонности если хотите пишите в комментариях мы постараемся сделать отдельное видео с нашими рассуждениями на эту тему друзья закладываем яйца и вспомнили о такой особенности о которой нам говорили в стимулинг когда мы звонили интересовались их инкубатором что минимальная закладка у них 50 процентов в инкубаторах должна быть иначе там какие-то возникают сложности в инкубации и вот сейчас в данном варианте у нас у нас уже сезон инкубационный завершён по большому счету там очень маленький спрос на цеплят будет где-то в августе да уже поэтому мы закладываем себе грубо говоря с небольшим запасом 330 из и вот в этот инкубатор в наш допустим это можно легко сделать как раз 50 процентов хотя не знаю распространяется ли это правило на инкубатор коробкова в плане 50 процентной минимальной заказа закладки не могу сказать но в любом случае 330 это почти это около 50 процентов то есть мы уже закладывали в таком количестве яйца и никаких проблем не возникало а вот если бы у нас был допустим стимулонг сейчас интересно чтобы мы делали то есть это нужно будет заложить 500 яиц то есть две герну около двух коробок на 500 яиц грубо говоря да или опять он в плице закладывать как говорится ну то есть вот такой момент тоже мы хотели о нем сказать вам вы имейте ввиду рассчитывайте свои силы прогнозируйте какое количество яиц вам нужно будет инкубировать в межсезонье когда нет спроса на цыплят и чтобы у вас было понимание сможете вы это сделать или нет 2 инкубатора все-таки нам наш взгляд исключительно на наш взгляд надежнее чем один да кстати вот дима бочаров нам об этом об этом говорил да первый кто об этом нам сказал это был дима бочаров что лучше два поменьше чем один большой и мы вот уже после сезона инкубации такого довольно таки плотного с ним вполне согласны полностью согласны но и друзья не забывайте что у нас есть видео по поводу ватер нами и она достаточно актуальными по сиденье все доводы которые мы там привели на самом деле все в силе поэтому смотрите мы оставим сушку и в описании и наверно если буду в этом углу в этом углу будет всплывающая ссылка вы знаете когда привасит большие ссылки control нажимаете и на ссылочку и тогда у вас откроется в параллельном окошке вы это видео досмотрите и то у вас пойдет понимаете как это очень классно control так кнопка с которой нижняя левая самая нижняя и самая левая на клавиатуре канай справа есть справа вот поэтому оставайтесь с нами здоровья вам и ваши птицы и смотрите видео а мы закладываем последний лоточек и идем спать всем пока а вот пара